Да, я с большим удовольствием продолжаю свою, можно даже сказать, серию докладов на Даниловских чтениях, которые посвящены моему любимому материалу, который никому не нужен, никому не сдался, но страшно симпатичен. Вот, это школа Луки и лукская живопись с рубежа XV-XVI веков, которая буквально в последние несколько десятилетий привлекла действительно пристальное внимание исследователей, и, как мне стало известно уже во время подготовки вот этого доклада, наконец-то пишется про нее большая исследовательская работа, диссертация аналитическая, но пока еще не написана учеником Стивена Кэмпбелла. Да, даже так. Но будем надеяться, что она через некоторое время появится. Вот, и вообще Лука в целом в последние годы и средневековая, и ренессансная привлекает внимание исследователей, но вопрос о развитии местной живописи на рубеже XV-XVI веков имеет историографию долгую. Другое дело, что многие десятилетия ее изучение носило исключительно знаточеский характер, и характер, скорее, локальный. В том числе это было связано с усилиями Рагьянти, с усилиями его учеников, и первые попытки обобщения этого опыта были предприняты в 70-е годы, Маура Наталья, Массиво Феретти, и прорыв произошел в 80-е, когда, благодаря исследованию архивов, анонимные до сих пор художники обрели имена, был уточнен корпус работ каждого из них, и были последовательно изложены их биографии. Вот как раз благодаря архивным изысканиям Маурицы Тацвартес, которая издала в 2007 году книгу Фучино Лукезе, мы все эти имена знаем, знаем в подробностях биографии этих художников, но настолько, насколько это возможно изложить, и более или менее имеем представление о корпусе их работ, которые рассыпаны по провинции Луки, по-прежнему находясь в церквях, по провинциальным музеям, и только в редких случаях становятся объектом показа в каких-то важных главных собраниях. Также предпринимались попытки вписать художественную практику мастеров Луки в социально-экономические реалии, в политическую историю города, в том числе предпринимались они в исследованиях, не посвященных Луки как таковой. В частности, Роберто Уолсон в своей монографии о флорентийском Тондо дала совершенно блистательный социологический иконографический анализ Тондо из коллекции Летропа, которая когда-то дала имя одному из лукских анонимов в конце квадрачента, мастеру Тондо Летропа, которого мы теперь знаем как Макеланджело де Пьетро Мембрини. Но в целом, в исследовании школы Луки пока продолжает преобладать знаточеский характер, и, как правило, исследователи ограничиваются рассуждениями о стиле, которые в той или иной форме могут быть заострены, если речь идет о мастерах, которые много путешествовали или обладали специфическими интересами, например, к классическим мотивам. При этом проблема творческой эволюции каждого из мастеров, вопрос о взаимодействии между ними решается с большим трудом из-за утраты ряда произведений, а главное из-за очевидного стилевого единства всей этой продукции. И вообще общее место всей этой историографии тот факт, что с конца 70-х годов развитие живописи в Луке было окрашено флорентийским присутствием. И влияние Доминика Герландая и Филиппины Липпи, работавших в Луке, ясно ощущается творчеством местных художников. Герландая делает вместе с мастерской алтарь, который сейчас хранится в сокрестии собора Сан-Мартино, находился в интерьере храма Филиппины, пишет в 82-83 году один из наиболее оригинальных и наиболее лиричных своих алтарей, предназначавшийся для церкви Сан-Микелин-Флора, заказанной семейством Магринии, там до сих пор и находящиеся, и делает позднее боковые створки для статуи святого Антония, работая Бенедетта Дамаяна, которые сейчас хранятся в Посадене. И документально известно, что и с Герландая, и с Боттичелли напрямую сотрудничал один из главных мастеров Луки, который работает как раз активно с 70-х годов и почти до конца столетия, Венчициди Антонио Фредиани. Присутствует в лукской живописи и очевидное влияние такого более схематического языка Верокки и Лоренцо де Креди, благодаря тому, что в соседней Пестое находилась знаменитая Мадонна де Пьяцца. Помимо флорентинцев тоже десятилетия в Луке работали сиенские мастера. В 1494 году туда приезжал Перуджинный, соответственно, какое-то воздействие мог оказать на местных художников. И лукская живопись предстает, как, впрочем, и творчество флорентийских эклектиков, которые работали в те же годы, удивительной смесью манер различных художников, которые оставили городу свои работы. Дополнительно обогатили их интересы нидерландские вещи, которые хранились в Луке. Достаточно вспомнить Штеделевскую Мадонну с младенцем Яна Ванейко. Определенное воздействие оказали северо-итальянские школы. Оно упручилось с приездом Амика Аспертине, который в 1508-199 годах расписывает капеллу в церкви Сан-Фродиано. Более того, квадричинсийские композиционные схемы, которые в провинциальном контексте стали отличаться особым консерватизмом и жесткостью, в Луке тиражировались вплоть до конца XVI века. И это сходство прослеживается вплоть до мельчайших подробностей в облике некоторых святых. Что касается вопроса о взаимодействии Филиппина со школой Луки, он высвечен в историографии ярче всего в силу очевидного стилевого влияния его на ряд художников и, по всей видимости, в силу длительности и прочности его дальнейших контактов с Винченцием Фродиани, который работал по рисункам Филиппина. Если алтарь справа на иллюстрации демонстрирует ориентацию Фродиани скорее на какие-то герландаевские образцы с такой стандартной схемой святого собеседования, с архитектурно оформленной балюстрадой, с довольно такой плоскостной композицией, то схема на алтаре слева, оба святых собеседования хранились в Берлине, оба погибли, так вот схема на алтаре слева показывает способность к такой более живой, более проникновенной координации фигур, которые как раз обладал Филиппины, и коленопреклоненные персонажи перед Мадонной, они воспроизводят и типаж лица, характерный для флорентийского мастера, и вообще саму эту схему, которая ему была очень привычной. И этот алтарь становится, кажется, такой первой непосредственной реакцией на присутствие молодого мастера. И известно также, что Винченцо Фредиане работал по рисункам Филиппина, равно как и некоторые мастерологи, мы это позже немножко увидим, я покажу, по всей вероятности знали работы Липе, которые были созданы для Флоренции, и Флоренции не покидали, то есть они имели возможность у Флоренции побывать. Но вклад в эту проблематику внесло и изучение творчества самого Липе как такового, а именно интерес к тому, как его отъезд из Флоренции в начале 80-х годов повлиял на становление его собственного стиля, который вообще-то идет в разрез с общепринятой нормой флорентийского искусства, отличаясь большей эмоциональностью и большей композиционной раскованностью и изобретательностью аранжировки. И любопытное замечание по этому поводу сделал и Маура Наталья в 80-м году, когда утверждал, что на молодого флорентинца могли повлиять в том числе и художественная среда, и заказчики Луки, которые были коллекционерами, большими любителями этой самой нидерландской живописи, которая филиппинно проявляет особую чувствительность. И вот это его восприятие за альпийских образцов могло быть связано не только с наличием этих вещей во Флоренции, но и с заказом в Луке. Но вот эти два историографических вектора влияния Луки на Филиппина и влияния Филиппина на Луку еще предстоит совместить. Чуть менее значительное место и внимание в историографии уделено Доминика Герландая и его мастерской. Здесь пионером был Эверет Фахи, который создал каталог последователей Герландая и у некоторых из них смотрел лукские корни. Но очевидно, что именно благодаря их работе в Луке укореняется вот этот тип стандартизированного святого собеседования с развитым архитектурным задником, который тогда, когда появляется выраженная мода на стиль альантика, будет дополнен классическими элементами и становится местом для упражнений в духе фантастической античности. И наиболее яркие примеры стиля последних десятилетий квадрочента, которые демонстрируют все эти тенденции, это творчество Винченца Фредиани, на которого мы с вами смотрим, Микеле Энсано Чемпанси и самого самобытного из мастеров Луки, Микеле Анджело Ди Пьетро Мембрини. Фредиани, которого до архивных изысканий звали мастером непорочного запчатия, прямой последователь филиппинок, хотя в нем есть и черты искусства Герландая, и даже повторение этой самой схемы из собора Сан-Мартина, но лирические интонации и умение привести во взаимодействие неподвижно стоящие фигуры в схеме святого собеседования, конечно, продиктованы, подсказаны ему искусству Филиппинок. Энсано Чемпанси, который в позднем своем периоде оказался под влиянием ученика филиппина Рафаэлина Дель Гарба, представляет скорее такую бестелесную лирическую линию внутри этого искусства, и продолжением ее являются некоторые лукские анонимы, которые, по всей видимости, через голову предыдущего поколения ориентируются на флорентийские и филиппиновские вещи, которых в Луке никогда не было. Ну и самый интересный, самый самобытный из всех этих художников – это Микеле Анджело Ди Пьетро Мембрини, или Микерине, как его называли раньше, о котором когда-то делали доклад на Даниловских, бывший мастер Тондо Летропа, который наиболее творчески воспринимает манеру филиппина, он имел опыт римского путешествия, имел опыт сотрудничества с Бернардину Пентурикию, и в его манере смешивается и интерес к такой нидерландской детальности, и главным образом к некоторым специфическим схемам, которые вводят в искусство и в алтарную живопись филиппина, в том числе пейзажные фоны, которые становятся местом действия святого собеседования, и большую чувствительность, видимо, в силу, опять же, римского своего путешествия, Микеле Анджело испытывает к классическим мотивам, которые начинают очень активно внедрять в свои живописные композиции, и в конечном счете придавать им довольно экспрессивный и необузданный характер, как вот в этих канделябрах за спиной Мадонны на алтаре, на нехранящемся на виле Гуиниджи, чем здорово напоминает и чеканный стиль гравюр этого времени, и главное настроение зрелой манеры филиппин. Ну и вот такой совершенно действительно раздузданный пример антикизированной декорации, которая одновременно напоминает и Пентурикию, и вот об этом экспрессивном характере филиппиновского позднего отношения к античности, это благовещение с церковью Сантисима Анунциата в Луке, которое, видимо, оказало впечатление и на некоторых чуть более поздних лугских анонимов, чему, к примеру, мы видим в музее Воды. Исследователи всегда были убеждены, что последовательный эклектизм, такая гомогенность наследия 80-90-х годов, это стихия Луки, и лишним доказательством этому служит не только та очевидная смесь, которую мы видим в творчестве перечисленных художников, но и то, как анонимы обретали свои имена. Так, например, часть корпуса мастера Паула Буанвизи превратилась в ранние вещи Фредиани, в то время как другая половина осталась за Ансанычем Панти. Но Кристофер Дейли, вот этот самый молодой исследователь, который пишет диссертацию, высказывался и о наличии стилевых альтернатив художников, обладавших металлической чеканкой формы, прямолинейной простотой, по причине которых этих альтернатив целый ряд мастеров, таких как Антонио де Франческо Корси, на которого мы сейчас с вами смотрим, попросту выпали из поля зрения исследователей, которые хотели привести всю живопись Луки к некому общему знаменателю. Но, так или иначе, на долю следующего поколения мастеров выпала радикальная смена художественной моды, которая предполагала всю перестройку художественного языка. Естественным путем для эклектиков, представителей школы, которая не эволюционирует сама по себе, а подпитывается внешними влияниями, продолжает и развивает их, стало обращение к внешнему опыту снова. Но только теперь это должен был быть опыт римских и флорентийских мастеров высокого ренессанса и маньеризма, который на периферии преломился еще более причудливо, чем довольно целостный, добросовестный, добропорядочный и миловидный опыт флорентийского катрачента, которым пользовались мастера третьего ряда в самом городе, во Флоренции. И вот таким наглядным примером вынужденной стилевой метаморфозы и интенсивных поисков служит творчество ученика Микелия Анджела Агустина Марти. Он был сыном знаменитого лукского ювелира, работал очень продолжительное время, между 1510 годами до 1540, и его творчество отразило чуть ли не всю палитру возможностей итальянской живописи этого времени. Достаточно сказать, что не так давно Мария Фильери атрибутировала ему одну, сейчас непонятно где, хранящуюся картину, которая приписывалась Горофола. И более того, эта вещь оказалась документированной, оказалась алтарной картиной для собора Луки, заказанной в 1516 году и в 1523 году завершен. Основные даты, связанные с его жизнью, мы знаем очень хорошо. Они все опубликованы Маурици и Цартос в ее ранних статьях и в названной книге. Печально только, что многие, датированные его заказом, просто-напросто не сохранились. А даты, которые приводят ранние критики, Сардинии, Ридольфи, критика XIX века, XVII века, сейчас не читаются на алтарях. И это не позволяет точно выстроить хронологию его творчества. Но само количество его упоминаний делает из него настоящего протагониста живописи Луки первой половины XVI века. Известно, что в X-е годы он держал мастерскую у церкви Сан-Микель-Инфора в том же доме, где жили Матеочи Витали, Менченцы Фредьяни, Ансана Чемпанти, Раньери Депиза. То есть он тесно общался со всем предшествующим поколением мастеров. Дальше мы очень хорошо знаем о его имущественных делах, о переселениях внутри Луки. И очень важная ремарка касается 1517 года, когда он уезжает из Луки в другие места, в другие регионы. И эта ремарка нам очень пригодится для наших дальнейших рассуждений. Отталкивается он от своей родной традиции, работая первоначально в духе своего учителя. Черты мембрини и Филиппина сглаживаются, поэтому вот эта его ранняя эталонная вещь ассоциировалась в ранней критике еще во времена Авентурии из Франческо Франчи, из Котиньолы, то есть с северными живописцами. Сходное мнение еще прежде высказывали Кроулыкова и Козелли. И этот тип очень узнаваем и дополняется даже внутри декоративными росписями, гротесками в духе тех, которыми украшена рама сам Микелия Инфора. И в дальнейшем его большие алтарные образы дают представление о стратегии провинциального мастера, который всю жизнь панически мечется в попытке разрешить дилемму между некой привычной схемой, в которой он работает, находками еще 15-го столетия и новаторскими художественными средствами и схемами, которые он подсматривает у своих современников, работающих в Луке, таких как Фрабор Толомео, или за пределами города, где он по всей вероятности оказывается. И на протяжении 1520-х годов он изготавливает довольно однотипную продукцию, которая апеллирует преимущественно к Фрабор Толомео. Давайте мы сюда отмотаем, посмотрим на вот эти алтари и вернемся к вещам Фрабор Толомео, которые находились в соборе. Но отправной точкой, отсчета для него, как ни странно, все равно остается живопись конца 15-го столетия, его учитель и Филиппи де Липпи. Это отмечала ему рецепта Цартос. Есть прямые цитаты, есть обращение к пейзажному фону, который стал общим местом для флорентийских художников 1500-х годов благодаря Рафаэлю и Леонардо, но в действительности был введен осмыслен тосканской живописи именно Липпи в 80-е годы, может быть под впечатлением от неоконченного поклонения волхвов Леонардо да Винчи и разработан как раз в Лукских его вещах под воздействием впечатлений от Нидерландца. Но самое главное, что он берет из живописи конца 15-го века, это координация фигур и утонченность их взаимодействия. Вот эти нежные диалоги, повороты друг к другу, сценическую, драматическую аранжировку композиции, которая предстает не формальной, а именно эмоционально обусловленной. И мастером вот таких композиций как раз и был Филиппинный. И от него этот прием наследует и сама флорентийская живопись, в том числе и Фрабертоломео, на которого Агастино Марти вынужденно смотрит вместе со всем тем кругом проблем, которые возникают вокруг искусства Фрабертоломео около 1509 года, когда тот смотрит на Рафаэля. Вот, и на этом фоне самая необычная и самая неожиданная выглядит вещь относительно ранняя, которая заказана была, мы это знаем, в 1517 году. Это обручение Богоматери для церкви Сан-Микеле Инфора. Но хорошей картинки, к сожалению, нет. Она с такими довольно пережженными, горячими цветами. Вот, и мы не знаем, куда Агустино Марти ездил в 1517 году. Мы не знаем, почему он дважды откладывал срок завершения этой картины. Контракт этот очень хорошо документирован. И откуда взялась его живописная культура неясного происхождения, как пишет об этом алтаре исследовательница. Но желание сопоставить ее с законченным в 1523 году алтарем Росса для Флорентийской церкви Сан-Лоренц приходит в голову сразу. Вопрос только в том, как это все доказать и соотнести между собой. Ну и совершенно удивительным образом выглядят две его поздние большие вещи с изображением святого Иоанна Евангелиста и святого Андрея, которые, навскидку, тоже вызывают в памяти вполне определенные пенографические ассоциации, которые касаются не только этого парящего в небесах Бога Отца, которого Марти на протяжении всей своей карьеры многократно повторял в качестве навершия алтарных образов, но и вполне себе благословенное монументальное искусство 10-х, 20-х годов, да, и можно сопоставить с самыми почтенными образцами, вроде Микеланджеловских пророков, Секстинской капеллы, ну а святой Андрей может быть проассоциирован с этой пармеджаниновской, вещью, созданной также для Рима. И вот тут вопрос связи Агастина Марти с Римом тоже встает довольно отчетливо, хотя в остальных деталях этой композиции он вспоминает святое, он вспоминает как раз-таки тот первый яркий импульс, который Лукская школа получила от своей соседки, от Флоренции. И получается, что творчество Марти преломляет сперва нарядные сладостные в алтаре из массы, которая сейчас хранится в Капиталистской пинокотеке, традицию квадрачента, а потом предстает своего рода кривым зеркалом решительно всего самого модного, что происходит перед его глазами. И, видимо, это судьба эклектичной школы. Если раньше у мастеров Луки была стабильная модель, на которую они ориентировались, которая была добротной, даже более лирической, чем мейнстрим в самой Флоренции, но та же самая, которую предпочитал массовый вкус там, и теперь вместе со стилевым кризисом в самой Флоренции мастерам провинциально приходится пускаться в поиски. И трудность заключается в том, что свои впечатления Марти использует без привязки к какому-то конкретному периоду своего творчества. Он отталкивается от флорентийской живописной культуры, очевидно, но хронология его искусства при всей хорошей документированности выстраивается с большим трудом. Скорее мы можем выстроить ее, соотнося с вот этими неожиданно всплывающими образцами из мира большого искусства. И образцами этими выступает и то, что можно было увидеть в самой Луке. Теперь в качестве главного флорентийского амбассадора здесь выступает Фра Бартоломео, который в 1509 году сделал для собора Сан-Марти на алтарь. И римские работы, и флорентийские маньеристы, причем все это используется и смешивается довольно вариативно и предлагает исследователю безусловно очень богатое поле для воображения, но так или иначе это воображение всегда вместе с творчеством Агастины Марти уводит нас в благополучную первую половину 80-х годов, память о которой, видимо, в искусстве Луки сохранялась гораздо прочнее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.